Как правило, первое, что предлагают пришедшим гостям, это выпить чаю. Поэтому по посуде часто судили о самом хозяине. Всегда считал, что фарфор – это символ роскоши, эстетизма, утонченности вкуса. А в Китае вовсе уверены, что пить чай с такой посуды вкуснее. Фарфор выше ступень керамики. Это десятки различных техник декора. Среди них надглазурные и подглазурные росписи, золочение, трафарет, шелкография, люстр. Особый элемент украшения – рельефность, самораспространенный декор, изображение сирени. В основном у нас на выставке представлены фарфоровые изделия товарищества «Мануфактур фабрик Кузнецова». Собственно, это был очень известный человек, это фарфоровый монополист, можно так сказать. Ручная роспись – процесс долгий, а полюбился фарфор быстро. Требовалось увеличить выпуск. Тогда и стали прибегать к более быстрой технике деколь. По сути, это переводная картинка. Вот пример чашкой блюдца по мотивам саксонского фарфора 18 века. Эта выставка – коллаборация центра с Ивановской фабрикой удивительных игрушек. На небольшом производстве фарфор и льют, расписывают вручную. Поэтому посетители могут наглядно познакомиться с этапами изготовления изделия. Жидкий фарфор называют шликер. Его заливают формой из гипса. Именно он способен вытягивать лишнюю воду из изделия. Чаще всего форма состоит из двух половинок, но может вбирать в себя до 30 кусков. Они обтягиваются резинкой. Сушится изделие несколько дней. Оно меняет цвет и становится более хрупким. Следующий этап – оправка влажной губкой от дефектов. Далее обжиг при 800 градусах. После этого керамика получает воздушное название «бисквит». Затем следует роспись. Набросок карандашом, пробы красок. Керамику покрывают глазурью и обжигают последний раз. Уже при 1200-400 градусах. Посетители отмечают, почему после уже готового изделия, например, этап перед рисунок не виден. Все потому, что, собственно, глазурование – это стеклянная жидкость, которая, собственно, выявляет рисунок уже после обжига. На выставке посетители могут сравнить глину на ощупь до обжига и после. Кусочки даже можно взять с собой. Алина Марычева, Максим Шишкин, телекомпания «Барс». Алина Марычева, Максим Шишкин, телекомпания «Барс».